Всем привет, друзья! Сегодня 14 февраля 2023 год. У меня небольшой обзорчик моих огурцов, помидоров, которые я выращиваю впервые дома, в квартире, на окошке. Этот сорт окошко F1. За две недели вот так он подрос в 5-литровом горшке. Также огурец Бьерн я пересаживала из стаканчика и повредила ему корни. И он наращивает сейчас новые. Сейчас выглядит неплохо, наращивает новые корни. Поэтому лучше сажать сразу в 5-литровую емкость, чтобы не повреждать корешочки. Огурчики очень нежные и поэтому очень тяжело переносят пересадку. Вот такой вот гунар. Это гунар сорт, а это Бьерн. Чуть позже был посеян. Сразу в 5-литровую емкость. Вот так он выглядит. Томатики Сидек. У них листики с сердечками вот такие интересные. Взошли три и подрастают в 4-литровом горшочке. Это томатики Балконное чудо, Гавриш. Листики у них совсем по-другому выглядят. Вот такие томатики на сегодня. Также в 10-литровой емкости у меня посеяны еще огурцы. Один окошко F1. И здесь один подмерз из-за проветривания. И пришлось подсеять еще один. Скоро на днях он зайдет. Это гунар будет. Итого у меня 5 огурчиков на моем окошке. И 5 вот таких помидорчиков на сегодня. По зелени у меня взошла петрушечка. Вот так она сейчас выглядит. Также укроп не очень взошел, как и лук на перо. Но мне зелень пока не очень нравится выращивать. Больше нравятся огурчики. Также у меня проблема чуть-чуть возникла с моими аденюмами. После пересадки у них корни продолжили гнить. Никакой фитоспорин не помог мне. Гниль сегодня так и отваливалась у меня. И даже рубцы есть. Можете посмотреть, какие большие рубцы. Это все было гнилые корни. Были. Видимо, рано я их посадила. Посадка предыдущего моего видео была неудачной. 2-3 адениума полностью пришлось обрезать. Гниль зашла слишком далеко. Фитоспорин не выручил меня. Никакие замачивания. Ничего не помогло. Адениумы лучше просушить. Гниль убрать. Она сама отваливается. Когда рубцы можете увидеть. Это была гниль. Была гниль. Я залила ее перекисью водорода. Также мне нужно медицинский клей купить потом, когда все просохнет хорошенько. И замазать медицинским клеем. Но сажать я не буду торопиться. Посмотрю на их состояние. Видимо, я не умею их распознавать, когда они начинают рост. Видимо, они сейчас в спящем режиме у меня все. Вот эти, которые более-менее еще выжили. Спящий режим. Но корни продолжили гнить, к сожалению. Вот эта чернота сейчас в тепле, возле батареи. Адениум должен сам себя залечить. Кое-где, конечно, я удалила гниль. Вырезала. Где-то придется еще удалить. И залить перекисью водорода. Вот такие не очень хорошие результаты по адениуму. И их рост пока еще не виден. Совершенно наоборот. Корни продолжили гнить, к сожалению. Но я надеюсь на лучшее, что эти у меня выживут. Сажать я их не тороплюсь. Гниль уже остановилась вроде как. Отвалилась кое-где. Но буду перекисью продолжать обрабатывать. Сажать вообще ни в коем случае не нужно было. Видимо, дополнительная сырость еще усугубила положение. Гнилые корни только увеличились. Все мелкие сосущие корешки пришлось удалить. Остались только большие корни. И то они повреждены очень сильно гнили. Ну, я думаю, справлюсь. Хотя бы эти пять мне нужно спасти как-то. На этих надежды у меня особо нету, как черенки. Они тоже загнивают периодически. В воде они не укореняются. У меня в перлите не укореняются. Не знаю, что. Придется их выбросить, скорее всего. Но пока оставляю, тоже подсушиваю, чтобы они не гнили. Подсушу хорошенько. А там посмотрим. Придется поставить либо в воду, либо опять в перлит. По укоренению очень тяжело с ними. Вот такие результаты по адениуму не очень-то веселые. Больше радует рассада на окошке. Цветочки. Бегонии радуют очень сильно. Вот такие яркие цветы. И соленья априкот. Цветет и радует. Пересадила в новый грунт нестеровский. И она у меня потихоньку разрастается. В предыдущем грунте, к сожалению, листики были такие тоже странные, больные. А сейчас здоровое растение, здоровая земля. Все хорошо с ним. Надеюсь. Вот на этой красивой нотке я закончу свое видео. Надеюсь, что с адениумами я как-нибудь подружусь. И они у меня начнут расти. Сажать я их не тороплюсь. Надо еще очень долго просушивать корешочки. Всю гниль полностью зачищать. Либо она сама отвалится, как вот в этом случае. И дальше уже здоровая и чистая ткань будет. Нужно будет ее только переписью обработать. И хорошенько подсушить. И позже медицинским клеем заклеить. Как сажать буду его, я не знаю. Вот такая вот история у меня с адениумами не очень-то веселая. Но, надеюсь, они еще выживут у меня. Всем всего доброго. Всем хороших выходных. Хорошего настроения. Хороших праздников. Самое главное. Мира, добра, здоровья. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.